Начался вывод российских войск из западной части Херсонской области. Российские войска, вероятно, намерены продолжать вывод в течение следующих нескольких недель, но могут столкнуться с трудностями при выводе войск, если украинские войска решат атаковать. Такую информацию дают аналитики Института изучения войны. Российские силы попытаются удержать восточную часть Херсонской области не по воде, а как буферную зону, которая позволит оборонять Крым и не позволит украинским войскам попасть в зону действия артиллерийского огня полуострова. Также российские войска, вероятно, попытаются взорвать дамбу Киевской ГЭС, чтобы прикрыть свой отход и не позволить украинским войскам преследовать себя вглубь Херсонской области. По оценке института, оккупанты почти наверняка обвинят Украину в подрыве дамбы, однако Украина не имеет материальной заинтересованности в ее подрыве, которая может затопить 80 украинских городов и вынудить к перемещению сотни тысяч людей, а также нанести ущерб и без того проблемному электроснабжению в Украине. Такую оценку, еще раз скажу, дают аналитики Института изучения войны. Как вы видите ситуацию на Херсонске сейчас и что будет с дамбой? Ну, я изучал немножко историю, и поэтому знаю, что Днепрогаз был взорван, причем взорван варварским образом, и все те, кто был ниже по течению Днепра, все деревни, люди, хозяйства были затоплены. То есть печальный опыт уничтожения людей, подрыва дамб, ликвидации водохранилищ, к сожалению, в Советском Союзе был накоплен, и мы знаем, что большевики не остановились ни перед чем, для того, чтобы там затормозить движение немецких войск. Поэтому совершенно понятно, что Путин по своей натуре террорист. Вот сегодня он абсолютно точный террорист. Он, в общем, по большому счету ведет террористическую войну против Украины. Он напоминает мне Хамас. Только Хамас это, как бы так сказать, не государство, а все-таки террористическое радикальное движение. А Путин перенес идеологию Хамаса на государственные рельсы. И, по сути дела, Россия, как и Хамас, сейчас обстреливает по ночам жилые кварталы, нанося ущерб той инфраструктуре, которая... Нанося ущерб жилью, убивая детей, убивая женщин, убивая спящих мирных жителей. Наносятся удары по инфраструктуре, чтобы эти люди еще замерзли. Чтобы у них не было ни воды, ни тепла. То есть это террористическая атака. Ничего общего с военными действиями это не имеет. Ну а у террористов нет ни совести, нет ни сострадания человеческого. У них нет ничего, кроме зверской ненависти ко всему тому, что вызывает их раздражение и, так сказать, вот эту злобу. Поэтому в припадке ненависти я просто убежден, что, к сожалению, российские войска способны на подрыв дамбы. Понятно, что они там будут обвинять кого угодно, включая инопланетян, кроме не самих себя, украинцев, в первую очередь, безусловно. Ну и так далее. Поэтому я, к сожалению, я не знаю, возможно, но понятно, что в голове совершенно непрофессионала на потовом уровне зреет какой-то план захвата этой дамбы. Но я понимаю, что, видимо, это невозможно. К сожалению, мы должны готовиться к худшему. У Путина нет никаких сдерживающих факторов, кроме языка силы. Вот если там не будет какой-то в ответ нанесен какой-то супергигантский удар с помощью западной коалиции, я боюсь, что сохранить дамбу в целостной неприкосновенности не удастся. Подрыв дамбы – это, безусловно, катастрофа сумасшедших масштабов. И вот о реакции Запада. Если, давайте предположим, не дай бог, это происходит. Вот какой может быть или какой должна быть реакция Запада на катастрофу? Ну, я думаю, что они, как сейчас внимательнейшим образом это изучили, уже проработали эти варианты. Запад никогда не делает все, не подготовившись и не продумав последствия. Вполне возможно, что это будет помощь Украины в удары, перерубание вот этого коридора, который ведет в Крым. Потому что, ну, при всем том, что я не подстрекатель, да, я понимаю, что жители Крыма – это заложники, и подавляющее большинство из них, они, в общем-то, не несут прямой вины за путинизм. Вот, но тем не менее, если вот будет что-то похожее сделано, наверняка Запад будет думать о серьезном прекращении снабжения и связи российского контингента в Крыму с материковой частью. Мне так кажется. Ну, я могу ошибаться, это мое просто смелое предположение, но тем не менее, я думаю, что что-то похожее, как в качестве угрозы ответной, должно прозвучать, на мой взгляд. Это по сухопутному переходу или вы и Керченский мост тоже? Да я и Керченский мост имею сухопутный переход, потому что, если, как говорится, Путин совсем безумен, то есть его нужно останавливать только соответствующими жесткими действиями, которых он боится. Он боится за свою судьбу, он боится, он, конечно, боится всех этих поражений, он боится умереть, он много чего боится. Он не боится только одного, он не боится человеческого осуждения, он не боится чужих смертей, чужих страданий. Мы это совершаем совершенно четко в своем виде. Поэтому, на мой взгляд, кто-то на Западе должен его предупредить о недопустимости и попыток радиоактивного загрязнения в случае подрыва реакторов Запорожской атомной электростанции и в том числе разрушению вот этой данной. Продолжение следует...